Добрый день! В своем предыдущем видео я рассказывала вам о духах, полученных в подарок. И один аромат я обошла специально, потому что он достойный отдельного внимания, отдельного видео. Это аромат от Zadig и Voltaire. Это аромат 2016 года. И он у меня появился. Я, кстати, оставила ссылку на свою коллекцию на фрагрантике, на свои отзывы. Если кому интересно, посмотрите. Коллекция, я считаю, заслуживает внимания. И вот на фрагрантике мой отзыв был один из первых. То есть я горжусь тем, что у меня этот аромат появился почти в самом начале его выпуска. Это дизайнеры, которые, в общем-то, это новый бренд, но который очень быстро раскручивается, очень быстро как-то его полюбили. И один из принципов этого бренда, такой у них как слоган, это роскошь, доступная роскошь. То есть он распространяется со скоростью распространения Гуччи или в свое время со скоростью распространения Шанели. Так вот этот вот аромат Задик и Вольтер, это пряный, пряный аромат с ароматами. Это одновременно пряный и такой остренький, перченый. Как вот вам пояснить, это взбитые сливки, там в пирамиде есть каштан, я скажу о нем отдельно, и перец, розовый перец. Там есть еще какие-то ноты, по-моему, там какое-то кашмировое дерево или что-то такое есть. Но, скажем так, это уже нотки, которые сложно улавливаемые и не всеми носами. Чем он понравился мне? В общем, это аромат такой моментально согревающий. У него такая какая-то, кроме того, что запах, у него есть какая-то аура. То есть такая аура специи, но это не как, допустим, слоник кинзо, где специи это такая восточная лавка. Нет, здесь вот прямо такой перчик и сладость, вот этой сладкой ваты или взбитых сливок и какого-то вот такого... Он, если он и кондитерский, то он теплый. И вот эти вот сладкие ноты в сочетании с перцем и с каштаном. Теперь я скажу немножко про каштан. Кто-то писал, что напоминает запах жареных каштанов. Возможно, если люди его обоняли или, допустим, жареные каштаны, возможно, им так кажется, что они пахнут. Так вот я вам скажу, что нет, это не жареный каштан. Может быть и жареный, но в сочетании с какими-то сладостями. Я бы сказала, что это если каштан с корлупку разломить, вытащить оттуда вот этот вот орешек, мякоть этого каштана, который потом жарят, и ее раздавить. И вот этот вот сок, молочко само, вот это будет тот каштан. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что я эти каштаны знаю и в сыром виде, и в раздавленном, и в жареном. Так вот жареный каштан, это немножко не то. Жареный каштан, это скорее запах, скажем так, жареного орешка. А это нет, это вот именно вот это каштановое молочко. Но это не очень сильный запах, вот этого каштанового молочка. Так же, как запах кокоса и кокосового молока, это два немножко разных, скажем так, кокосовой стружки выпечки и кокосового молока, это два немножко разных запаха. То есть розовый перец, да, сладкий, наверное, взбитый сливки, да, я бы сказала сахарная вата. И вот этот вот сахарный аромат сахарной ваты, так вот я вам скажу, что это аромат, наверное, вот этой вот ярмарки какой-то. Если я это знаю, потому что у нас это бывает. Вот эта вот ярмарка, когда в Каруселе, какой-то уже осень или какой-то холодный воздух, жареные каштаны может быть, и просто вот этот вот каштановый такой запах, и какие-то вот сладости, просто сладости, просто какие-то вот эти вот карамельки детские, карамельки на палочке, еще что-то такое. И для меня это, да, наверное, запах, какой-то пряный запах в сочетании с осенью, с какими-то осенними ярмарками, осенними запахами и запахами чего-то гретого, теплого в сочетании с холодным воздухом. Так что это аромат согревающий, аромат такой классный. Где-то они поймали вот эту нотку, поскольку я его еще получила именно в сентябре в подарок, когда теплый воздух и теплая погода меняются на холодную, на осеннюю, то он очень хорошо сочетается с уже более теплой одеждой и с какими-то первыми заморозками, первыми холодами. И в плане стойкости, это в моей коллекции, это один из самых стойких ароматов. То есть стойкость у него запредельная. Он может пахнуть на второй день, на третий. Аромат классный. И классный, и в чем-то неповторимый. У меня таких больше нет. Да, и еще такой момент. У меня нет мужского аромата, но я его нюхала, и мы с мальчишками его нюхали и смотрели. Так вот, вот смотрите, вот он здесь такой у него ровная вот эта грань, а вот эта такая как обломленная, как будто переломленный кусочек мыла. Так вот, с мужским ароматом они вот так вот складываются, и получается такой прямоугольничек. Можно, в принципе, когда-то приобрести и мужской, если кому-то из моей семьи, мальчишкам кому-то понравится, можно будет его купить. Так что я желаю этой марке только процветания, этому бренду. Если еще они так и будут поддерживать свою доступность ценовую, или ценовую, то я за них только буду очень рада. Так, 50 миллилитров, и это парфюмерная вода. Ну да, по стойкости, безусловно, это парфюмированная вода, это Zodico Valté, This is Hero. Так, на сегодня у меня все. Это вот тоже один из моих подарков. Я ему очень рада. Классный, хороший аромат, такой очень согревающий. Я желаю всем всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok